Здравствуйте! Стратегический менеджмент – тема занятия «Сучасть и содержание стратегического менеджмента». Мы сегодня рассмотрим с вами три очень важных вопроса. Сучасть стратегического менеджмента. Стратегия – это заранее спланированная реакция организации на изменение внешней среды, линии ее поведения, выбор для достижения желаемого результата. Сучасть стратегии состоит в создании будущего конкурента преимущества быстрее, чем конкуренты организации смогут скопировать то, чем она обладает сегодня. Необходим ввести поиск ответов на такие вопросы – как, что производить, как производить, для кого производить. Отвечаясь на эти вопросы, организация начинает с принятия стратегических решений, которые определяют перспективную линию поведения, а затем текущие тактические меры. Стратегия дает ответы на ключевые вопросы относительно сущности организации. В каком состоянии находится объект сейчас, в каком состоянии объект должен находиться в будущем, как объект собирается попасть из положения, где сейчас находится положение, где должен находиться в будущем. Стратегия необходима организация для того, чтобы пройти путь из сегодняшнего дня до момента достижения цели и выполнения миссии. Стратегия должна постоянно развиваться. Главное предназначение стратегии – это разработка системы конкурентных преимуществ. И чем лучше продумана об основной стратегии, тем меньше возникает непредвидительных обстоятельств и уменьшается необходимость корректировки стратегии. Формировка стратегии, ее четкие инструменталии являются ритром управления и наиболее верным признаком хорошего менеджмента компании. Современным инструментом управления и развития организации является методология стратегического управления. Следующий вопрос – основные факторы, определяющие необходимость стратегического управления. Стратегическое управление представляет процесс, определяющий последовательность деятельности организации по разработке и реализации стратегии. Оно необходимо для того, чтобы знать стратегии достижения на местных целях, уметь реагировать на изменения ситуации, активно притворять в жизни политики и программы, создать команду государственных служб и динамичников, ориентированных на реализацию стратегических целей, паралитетов и планов. По дикторию стратегического менеджмента вызвано объективными причинами, связанными с возрастанием доли неопределенности и непредсказуемости условий ведения бизнеса и сложности внешнего окружения. Необходимость выживания и развития организации, быстро меняющаяся социально-культурно-экономические условия, требовала совершенствования и видоизменений систем и методов управления. Мы живем в условиях неопределенности, когда происходит постоянное изменение ситуации, возникновение новых связей, быстрое переориентация функционирования в ответ на динамику потребностей. В условиях динамизма жизнедеятельности полный учет и просчет всех деталей становится малореальным. Поэтому удача управления состоит в создании адаптивных гибких управленческих моделей. Стратегический менеджмент эффективно решает проблемы в создании таких моделей. Стратегический менеджмент – это процесс, находящийся в постоянном движении. Менеджеры должны чутко реагировать на изменения ситуации, чтобы определить, когда необходимо носить соответствующие перестройки стратегии, а когда нет. При разработке стратегии менеджеры определяют направление развития. Сильная стратегия должна учитывать внутренние внешние факторы. Хорошая стратегия должна вести к устойчивой конкурентоспособности и улучшению работ компаниями. Стратегия включает в себя прогнозирование неизвестного будущего, неопределенность пристекает из непредсказуемости поведения других сторон. Хорошая правительство, которое может заменить поведение потребителей, появится новый конкурент, изменится взаимоотношение поставщиков с поставщиками и другим. Стратегия охватывает все уровни управления. Потребность постоянно уделять достаточно времени стратегическому менеджменту, продиктованную необходимость совершенствования стратегии и методов ее совершенствования. Максимизация вклада каждого сотрудника повышения эффективности и качества стратегии. Упорство в совершенствовании правильной стратегии является зачастую залогом для успешного осуществления. Следовательно, все, что мы рассмотрели, подтверждают необходимость стратегического управления. Следующий вопрос – задачи стратегического менеджмента. Развитие самой компании, определение цели, формирование стратегии, осуществление стратегических планов, социальная деятельность и составляет суть стратегического менеджмента. Цели стратегического менеджмента – это результаты, а стратегия означает их достижение. Существует два типа цели – это финансовые, это увеличение таких показателей, как объем прибыли, отдача от инвестиций, размеров займов, дивидендов и стратегические, направленные на укрепление конкурентов позиций компании на рынке. Стратегия – это план управления объектом, в частности, организация, направленная на укрепление ее позиций на рынке, удовлетворение потребителей ее продукциям. Разработать стратегию – это значит принятие комплекс взаимосвязанных решений. Рассмотрим пять задач стратегического менеджмента. Процесс разработки и реализация стратегии состоит из пяти взаимосвязанных управленческих задач. Вот здесь на схеме вы видите эти все пять задач. Первая задача заключается в формировании стратегического ведения и определении руководства предназначения или миссии компании. Миссия – это основная цель или задача компании, четко выраженная причина ее существования. Установление миссии предполагает определение сферы деятельности компании. Вторая задача предполагает переход от общей формулировки миссии в постановке стратегических целей и задач, необходимых для их достижения. Заданная цель требует выполнения определенных действий. Определение целей – это перевод стратегических установок развития компании в конкретные задачи, используя измеримые показатели, персональную ответственность для их достижения в установленное время. Третья задача связана с разработкой стратегии. Стратегия – это обобщающая модель действия, необходимая для достижения поставленных целей путем координации распределения ресурсов компании. В них все компании цели и выборная стратегия совокупно сформируют направление движения компании и составляют стратегический план. Четвертая задача – реализация стратегии. Реализация стратегии – управленческая деятельность по притворению выборной стратегии в контроле над ее выполнением. Пятая задача – оценка результатов деятельности, внесения изменений в стратегических планах или методы ее реализации. Все предыдущие четыре задачи решаются неоднократно. Они пересматриваются в связи с появлением новых обстоятельств и корректируются как миссию, цели, стратегию, так и ее реализацию. Таким образом, задача определения направления развития включает в разработку миссии, восстановление целей и формулирование стратегии. Все эти задачи стратегических менеджеров являются задачами, честными взаимосвязанными. Они выполняются менеджерами, наряду с другими задачами и обязанностями. Они требуют определенного времени. Их выполнение возможно при разумном распределении включений между совершенствами стратегии и методами ее выполнения. На этом мы и завершаем сегодня. Пожалуйста, закруйте с вопросами, которые вам даны, и постарайтесь на них ответить. Спасибо, до свидания. Спасибо.